Сегодня мы поговорим о театре, театре как таковом, театре сегодняшнем, театре прошлых лет и о зрителе, о зрителе сегодняшнем и о зрителе прошлых лет. Как меняется театр, как меняется зритель, что не хватает театру и что бы хотелось театру от зрителей и что бы хотелось зрителю от театра. Я Михаил Токарев, народный артист Казахстана. Поэт красивым должен быть, как Бог. Кто видел Бога? Тот, кто видел Пушкина. Бог не скорость, черен, как сапог, с тяжелыми арабскими губами. Зато Дантес был дьявольский высок и белолицый, бледен, словно память. У Питера Брука, это великий английский режиссер, у него есть небольшая книжка. Там, он говорит, там есть главы. Живой театр, неживой театр, театр как таковой. И вот главное, театр как таковой. Театр, я уже говорил, что он должен катарсис зрителям, чтобы они почувствовали не только грусть, трагедию, но чтобы они, как говорил наш бывший Царство Небесное, главный режиссер, художественный руководитель театра Рубен Соранович Андреасян, чтобы лица зрителей разгладились от тех бытовых проблем, которые существуют сейчас у нас. Вот когда появилось кино, говорили, театр умрет, все, театра не будет, кино, а театр жив. Появилось телевидение, опять стали говорить, все, театр пришел, а театр жив, потому что театр – это живое существо. Театр – это сиюминутное искусство. Не бывает спектаклей одинаковых. Жена поэта, дивная Наталья, ее никто не называл Наташей, она на имени его стояла, как на сверкающем паркете зала. Вокруг легко окружили кавалеры. Он как раб глядел из-за портьера, сжимая пот на рукоять ножа. Ну что, мой господин, чего ты медлишь? Не то и я влюблюсь, а ты не веришь? Она дурманит нас, как Анаша. Эта шея белая, и плечи, и грудь высокая, как эшафат. Воспитание человека – это не дело театра. Театр не может воспитывать человека или учить чему-нибудь. Или указательный пальц говорит, делай вот только так, а не иначе. Театр живет на подсказке. Может быть, вот так? Или вот так? Выбор за тобой. Но в хорошую сторону. В лучшую сторону. Театру не хватает хорошей, современной драматургии. Не хватает. Вот нет. Вот мы сейчас поставили «Транзитный пассажир» Исабекова. Хороший, но он написан давно. Эта пьеса-то. Понимаете? А современной драматургии, сегодняшней драматургии нет. Вот нам пришлось «Транзитный пассажир» как-то трансформировать под современность. Под сегодняшний день. А эта пьеса написана давно. Давно. В прошлом веке. Не хватает, конечно, современных технологий на сцене. Потому что, когда смотришь записи других театров, крупных театров, там совсем по-другому уже. И декорации, и свет, и звучание. Все другое. Все другое. И у нас в театрах в Казахстане этого не хватает. Не только в нашем театре, я уверен. И вышел раб на снег в январский вечер. И умер Бог, схватившись за живот. Он отомстил. Так отомстить не мог бы ни дуэлянт, ни царь, ни бандит. Он отомстил по-божески. Умолк он. Умолк. И все. Хочется любви, хочется мира, хочется добра. Добра. Самое главное, когда с экрана или со сцены идет в зал добро, зритель это чувствует и принимает. А добро, это слово даже. Добро значит очень многое. В 73-м году я встретился с Высоцким. Здесь они были на гастролях, театр на Таганке. И я молодой, я с фотографии подошел, автограф. И он мне написал «Добра, Высоцкий». И я понял, что это слово означает все. И счастье, и успех, и радость. Добро. Когда ты несешь добро людям, оно возвращается к тебе. А пуля-то летит. Во ее инерции вся злая сила. Ей мало Пушкина. Она нашла. Мишеней много было по России. Мы их не знали. А она нашла. На той конюшенной стояли толпы в квадратах желтых окон на снегу. И через век стояли их потомки. Под окнами другими на снегу. Чтоб говорить красивые слова. Чтоб называть любимым или милым. Толпа хранит хорошие слова. Я познакомился с Азербайджаном Мамбековым. Это великий казахстанский институт. И я был в театре Ауэзова. И у нас шел спектакль тот же. Только там на казахском, здесь на русском. И я говорю, Азербайджан Вадич, почему в казахском театре зритель смеется в одном месте, а у нас в русском в другом месте. Он говорит, вот в этом и есть отличие зрителя, например, казахского от русского. Русский зритель следит за действием и реагирует на действия. А казахский зритель следит за словом и реагирует на слово. Потому что они привыкли к айтынцам, когда сидят два акрена, поют и соревнуются. И они слушают и реагируют. Поэтому больше реагируют на слова. Вот это многообразие народности и национальности, живущих в Казахстане, и питает нашу культуру. У нас же не только казахский и русский театр. У нас есть корейский театр, у нас есть немецкий театр, у нас есть уйгурский театр. Где в мире есть такие театры? В какой стране? Только у нас. Только у нас в Казахстане. Если в каких-то странах есть один русский театр, в Прибалтике, например, у нас их 26 по Казахстану. Это же... И вот это сплетение разных культур, разных народов и национальностей дает нам какую-то свободу в творчестве. Чтобы прочесть их с чувством над могилой. А он стоит, угрю и сутул, цилиндр сняв, разглядывает нас. Казахстан 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 Казахстан